Быстрее, выше, сильнее. Сегодня под олимпийским девизом прошли соревнования среди 12-летних школьников. За главный приз в эстафетах боролись лучшие команды области. Какая поедет в Крым на всеукраинские состязания, знает Алексей Руденко. Школьные команды 5-6 классов из 5 городов области разыграют сегодня единственную путевку в Артек. В финал соревнований прошли команды из Макеевки, Артемовска, Мариуполя, Красноармейска и Горловки. Равные шансы, потому что каждый побеждал в своем городе, каждый занял все первое место. И тут все самые сильнейшие собрались. А ты как считаешь? Я тоже так считаю. Мы много тренировались и хотим выложить, даже не хотим, а выложим все силы, чтобы победить и поехать в Артек. О поездке в Международный детский центр мечтает и призерша Олимпийских игр в Пекине, которая так ни разу не побывала у подножия горы Аюдах. Победители поедут в Артек. Я думаю, это сильнейшая мотивация. Не знаю, если меня вспомнить ребенка, к примеру, если бы мне сказали, что я пойду в Артек, я тут, наверное, творила бы чудеса. Заинтересованность детей к турниру повышается с каждым годом, вот уже на протяжении трех лет. Тенденция к увеличению количества участвующих в этих соревнованиях, она очень положительная, и это, естественно, скажется на приобщении детей к регулярным занятиям. Открывали финальный турнир торжественно с танцами и музыкой. Группа барабанда за свое выступление плату не просила. Музыканты согласны выступить снова, если пригласят. Если мы их зарядили, и благодаря этому заряду они будут побеждать, побеждать и побеждать, ну это... Мы готовы еще и им играть. Еще, еще, да, для них играть. Школьники соревновались в различных эстафетах. Всем ребятам, вне зависимости от занятого игрового места, достались подарки и почетные грамоты. За занятое третье место команда из Горловки отправится в Дельфинарий, а команда города Артемовск занят второе место на представление в цирк. Победителем же стала команда Красноармейска, которая и будет представлять область на всеукраинских соревнованиях в Артеке. Алексей Руденко, Тимур Соколов, Телеканал Донбасс.